дорогие зрители всех вас приветствуем на варпасе наконец-таки пауза заканчивается и начинается битва напомню что команда в адвин успешно справилась наверх на выборе соперника это у нас была команда вертига карта вот и сейчас выбор вот именно последних их довольно таки серьезный overpass посмотрим как французы будут сопротивляться уже есть open фраг от flame и меньшинство для команды хит успейте поддержать баллами канала свою команду хит либо ван вин пистолетка тут уже в разгаре у еще и body какой же красивый голова шота он вешает находит еще и 2 ну и где тиммейты тиммейты на месте все подключились и по итогу потеряв одного афро body делает красивые три убийства ну и в целом команда хит забирает летный раунд экономически возможно сейчас увидим пишите обязательно в чат что думаете о матчу какие у вас предикты 2 0 либо все таки у нас будет третья карта а третье это даст 2 на зафорсили кстати события ван вин каждый взял по дигу с армором минус по флейме но очень мало хп у лаки ему бы какое-нибудь прикрытие ну так как же все переворачивается там еще параллельно трэвис одного нашел как же это сильно еще и трэвис вот там был какой-то просвет хотя у нас на экране у смог был и как итог и красайз один в три остается это конечно сильно возможно эксорсайз и все исправит но вряд ли даст ван вин такую хорошую возможность хотя вот с хорошим таймингом ждет его фостер еще и попадает ой-ой-ой-ой 1-1 становится счет ответный форс диглы арморы сделали свое дело но это было даже неожиданно если честно также у всех тут красиво залетала ответный сейчас возможно что-то подобное мы увидим и от другой команды может быть все таки кто-то здесь и сработает но по всей видимости вряд ли команда вертига как заманить человека в чат вот именно так по всей видимости у нас тут задержка 150 секунд времени даст 2 я не против увидеть как вообще такое предложение но на первой карте прям очень сильно себя показали ван вины но было бы круто конечно увидеть даст времени достаточно не угадывает углая до хиты так ну ладно тут пока сейф посмотрим чё направили трансляции 12-15 я думал что и кстати уже закрыли вопросы по первой карте вертига оказывается этого не случилось 312 был счет на первой половине 312 сейчас 12-15 за экстатиками и только три раунда выделяет до допов чего себе может быть тот самый великий камбэк по моему уже было что-то подобное только на эншенте между этими командами кто-то подобное неужели это может действительно повторится ну прям очень рядом ребята насколько я помню действительно overpass у команды ван вина очень серьезная арта не довольно таки хорошо и играют сейчас пока эко тут понятное дело оформляется раунд для команды ван вин дальше будет закуп для команды хинт им конечно желательно побольше набирать раунда в защите за приятную сторону а а я напротив я лил на 20 понял но я думаю что многие на самом деле поддерживает команду ван вин но наверняка у нас есть и французы в чате которые поддерживают французский си с гоу и возможно ожидают у третьего и лаки хорошая флешка была можно еще и главинка зашить 4 хп оставалось и все-таки попадает назначению пулька напомню что у нас здесь задержка 150 секунд времени и к сожалению ответы поступают чуть позже чем хотелось бы услышать но тем не менее чатик я смотрю сайтный знак map для мобеда тоже работает но я думаю что все уже и так в курсе хорошо распекал здесь дека и трэвис в баде неплохая позиция первым увидел дека и наверное трэвис уже никак не выживает на 23 становится счет но обратите внимание насколько же много здесь экономики моды ван вин не в очередной раз равно будут закупаться а если у нас персоны которые поддерживают команды без ставочки без инвестиций своих тугриков интересно или каждый все таки действительно поддерживает таком плане естественно вы его и трэвис как же вовремя залетел у тебя час задержка нет друзья именно на трансляции самой задержка в 150 секунд времени то есть в момент когда я сказал вы это услышите аж через 150 секунд поэтому к сожалению такой вот неприятный момент но тем не менее это правило и села так ладно по игре чуть ближе важный раз для команды ван вин трэвис в мясе третье убийство уже делает эксерсайз джок остаются вдвоем больно проигрывать этот ран потому что денег больше не будет есть информация по последнему и 24 становится счет это никогда не будет и вот и и и и и пока экономически пока можно выходить на 5 хотя потеряли 1 но это не страшно сбривают и 25 становится счет мы поехали закупаться снайпа ски рамза 2 очень важен для французов естественно дополнительные раунды у энтропика экстатик ничего себе первая половина закончила со счетом 3 12 даже на халтв есть эта информация она подтверждает а там уже дальше 5 15 6 понял круто тем временем экстрасайз двоих смог находит в монстре минус еще и по флэме который был красный ну и в общем в узком пространстве в трубе в монстре вся команда ван вин и похоронена по всей видимости тут трэвис и глобан убегают но пачка именно там и осталось пятнадцать шесть это был map point и получается 9 в ряд энтропик забрали действительно между этими командами тоже не первый раз подобное происходит круто круто значит насыщенный моментами этот counter strike напомню что все это происходит на соседнем втором канале мэнкаст мультитрансляции можно наблюдать 15 секунд сейф понятное дело я вот смотрю на экономическую составляющую теории закуп будет глонг может дать дроп фостер у которого 500 долларов племми трэвису хотя он может галил взять и закуп все равно будет плюс тут немножко денег добавили да тут тут вообще проблем никаких нет по закупу все в принципе хорошо но хиты важнейший раунд понятное дело забирают дк полете подлавливает эксерсайза ну прям классика жанра буквально вчера подобный килл видели тоже в полете и сегодня нас подобным моментом порадовали игроки неприятно конечно терять вот так по старту игрока трэвис минус по джокко и уже 35 да но в теории афро если будет перетяжка может кого-то подловить но судя по моделькам ван вин не собираются они возвращаться будет идти под б но там два опорника там два опорника возможно и получится им-то увидится так а там под куш шарта или что это а это возможно подсадка сейчас будет дал для лаки да но это было для бадди но она-то сработала и афро сфотка угловинга очень важный момент у лаки скорее всего будет он самый ближний игрока на контроле пачка прикрывается но дек этим временем успел сделать свой килл хорошая флешка но в бланде трэвис делает и свое убийство и по итогу афро ну попытается как-то все это исправить но по всей видимости трэвис прям в бок нему приходит а тут еще и у дека с такой позиции наверно вряд ли да хотя пытался афро как-то префаем префаем открываться 3636 и снова очередные вот эти проблемы с экономикой можно ван вином цепляться здрасте мистер баде есть еще дигл лаки есть еще товарищ афро какой же тайминг хороший мог еще и двоих сразу добрать эксерсай здорово можно калаш подобрать но наверное никак это на раунде не отобразится 3737 на месте команды ван вин очень много уже раундов на самом деле мы будем честны пора включаться в диффенсе за сильную сторону этот ран сами понимаете к чему может привести опасно ара пара хитых это сильная сторона это будет плохо если он будет проигран также долго не стреляли с джокой glowing но все-таки джока пережал пережал игрока атаки минуса трэвиса в ответ и только один на воде опорник остался постов сильно конечно стреляют ребята здесь информация по баде и большой вопрос идти троем выбирать выбивать четверых или нет ну теперь уже точно надо сэвить но два в четыре позиция заняты но очень велика потеря цена потери вот этих девайсов афро авик потерял и сейчас бадди возможно и не убежит может трэвис его возможно не отпустит у так и происходит сомнительный выбор от хит сейчас снова играть пистолетный раунд приходится но вот пистолетный раунд пауза ставится тактического формата неужели это тот самый матч который не нуждается в сопровождении тут пока в одну калитку у нас футбол хотя специалисты в чате говорили что изи 2-0 особенно если за первую зацепиться то overpass будет без проблем как-то как-то от французов ожидаю все таки хоть хоть что-то так вас джоку хорошая позиция но даже к этому дека был готов 5-7 деглы все в общем по классике арморы но мы видим что ну не помогает пока ничего команда хит то пистолеты что автоматы минус еще и пафра можно конечно предположить можно предположить что будучи в атаке мы увидим что-то нереальное да но веют большие сомнения потому что это будет правдой потому что он вин играет в ворпас часто соответственно защита у них должна быть хорошая так а еще эксерсайза ножки добирает 9 9 в атаке но это уже действительно очень-очень много раундов очень слабенько конечно по сетке напомню что победитель этой пары встречается с победителем пары соответственно соседней это у нас фальконы против со фальконы кстати выиграли первую карту 14 16 вот это будет финал верхней сетки команда которая проиграет миша с ним увидимся будут будет второй шанс реабилитироваться через те . снизу но это будет последний шанс остров красиво вскрывает флэн там еще главен по джоку минус от рэвиса последними патронами по эксерсайзу ой 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 бомб has been planted 10 раунд друзья ну не знаю одно и то же мы сейчас с вами смотрим тотальная доминация от одной команды статистика не знаю конечно ну что здесь можно обратить внимание три четыре шесть фрагов племя пока что на отдыхе но в принципе тут все нормально трэвис фостер дека отлично отрабатывают флэме можно немножко и отдохнуть почему нет опять диглы друзья опять пистолеты опять арморы но это не вчерашний матч в рамках которого свой интерпи где было выиграно немерено просто пистолетных раундов это немножко другой раунд другой матч и тут ван вин как видите ну прям не прощает все четко в голову летит мгновенные размены эксерсайза возможно спине не подозревают и калашик он забрал ну вот с калашом 1 2 более менее реально разыграть услышал трэвис как попал мочком в тело игрока а тут главен к спине но эксерсайз к этому не был готов одиннадцатый раунд атаки друзья 311 311 мы поехали смотреть оружейный попытку по крайней мере сделать этот враг а прочитано ответочка залетела ответочка все-таки поступила ну это последний раунд защите конечно же было бы шикарно его забрать но возможно и этого будет недостаточно минус погло вингу уже 53 уже есть позитивчик подготовка выйти под бена там два опорника рядом еще и body 3 чешло конечно будет это вырулить но тем не менее понимаете в атаке 11 это конечно очень много надо чтобы французы дальше брали пистолетку то лет на раунд то еще можно обсудить третью карту можно попробовать 4 забирают хиты последний трэвис остается body уже за ним выехал и так вот красиво голову попадает ждем друзья вторую половину а Добро пожаловать на пистолетный раунд. Очень сильно Флэмми отрывает головы. Кто был им недоволен, вам привет передает дядя Флэмми. Красивая пистолетка, по всей видимости, заканчивается именно благодаря АИМу, этого парня. Красивые, конечно, три убийства. Ну, попытается Бадди, конечно же, все исправить. А пистолетка так была важна. Ну что, друзья, это 12. Смотрите, как позиционно хорошо выглядит здесь команда Ван Дин. Плюс еще и пачка валяется. Интересно, будет ли дальше форсить события французы. Хотя, ладно, давайте не будем продавать этот раунд. Вдруг Бадди один в четыре, получается, возьмет. Да, у него было одно убийство. А вот уже два есть и уже в сумме три. А может быть реально получится? 13 хп. Одна пулька. Необходимо. И Бадди ликвидирован. Одна. Но залетает в голову. 12-4, но был рядом, был рядом Бадди. Очень, 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 очень. 12-4, смотрим, эко либо форс. Но дистанция просто лютая. Честно говоря, лично я не ожидал, что настолько все будет так просто для OneWin. Все-таки хиты хорошо себя показывали. Тут, как мы видим... 8 раундов надо взять, хотя бы, чтобы выйти на временный паритет. Один дигл. Пистолет, иглок. В следующем раунде будет закуп. На параллельной трансляции у нас что? Неужели до сих пор допы идут? Такого уже не может быть в теории. Да, действительно, идут допы. 16-18. 16-18 на первой карте. У нас 12-4 на второй карте. Как вам, друзья, динамика? Вообще матчей, в целом, это, конечно, сильно. Там, по всей видимости, были какие-то технические задержки, паузы. 40 секунд. К сожалению, для команды хит, именно здесь большая часть защитников. Минус от Гловинга. 4 в 3. Ну, может быть, Фамос как-то попытаться реализовать? Вот и пытаются это сделать. Эксерсайз. Его спалили. Плюс еще и 33 хп остается. Падают лаки. 13-й долгожданный все-таки появляется. Ну что, закуп. Закуп на матчпойнт. Либо долгий и долгий камбэк. Сообщение с чата. Тот момент, когда ставил на хитов. Возможно, это действительно тот самый момент. Будем надеяться, что тут хоть какая-то зацепочка будет. Попытка хотя бы от команды хит. Видно, что очень круто двигаются и уверенно в Гловин по карте в целом. Неважно, за какую сторону. Тут Флеми слегка подставился. Успел тоже сагрессировать в ответ. Но враг появляется вообще в коннекторе. Но там хорошо, конечно, просадили игроков атаки. Но то же самое и про Флеми, можно сказать. Но матч на втором канале, это, конечно, мощь. 17-18. Там до сих пор непонятно, чем все закончится. И это только первая карта. А у нас, возможно, скоро закончится вторая. Я, если честно, тоже ожидал хорошую плотную борьбу. Но Ван Вин действительно хороши. 30 секунд времени для французов. Готовы выходить под Б. Здесь три опорника. В спину еще идет Флейми. Тревис красиво отыграл. Возможно, в будущем еще набайтит на второго игрока. Это Тревис, который... Или кто это? Подождите. Нет, это не Тревис. Это Фостер, который находится на монстре. Дека зашла. Джок, а Тревис минус по афро. Как же все переворачивается. И теперь будет ротация по точку А. Полностью это понимает команда Ван Вин. Пачку успевают за драком поставить. Это были прям последние секунды. Ну и, возможно, 2 в 4 еще разыграют. Хиты. По крайней мере, позиции есть. Время как бы пошло. Опа. Там Флейми еще хатшот поставил. По эксерсайзу есть примерная информация. Хотя он уже мог сместиться в теории в банк. Так. Есть первый килл. Есть второй. И на размене Тревис. Хорошая попытка от эксерсайза. Это уже не первый раз подобно от этого парня. Но он и так сделал 3 килла. Чуть не хватило до 4. 14-4. Становится счет. Да, друзья. Благо, что, конечно, была пачка поставлена. Но это всегда, понятное дело, позитив. Флейми. Фраг красивый. Вопрос к Баде. А как он тут очутился? А что он вообще прилетел? Возможно, хотел зеркально сделать оффенфраг. Как это сделал Флейми. Ну, насколько же велика эта потеря? Товарища Баде. Ну, хотя бы есть ответный минус от Лаки. Но там было попадание в голову. 8 хп у Лаки. И тем временем еще нам показывают, как эксерсайз ультанул на 1 фраг. Минус от Фостера в поджиме. 3 в 3. Ну, ну, чего игрок, наверное, на длине? Это Трэвис. Возможно, о длине никто вообще не будет думать. А на радаре не видно. А тут Фостер так вот вовремя выходит и делает свой килл. Тем временем, попытка выйти под Б. Гловин переживает эксерсайзом. Ну что, мистер Джоко. Фулл хэповый с Галилом. Есть еще флешка в арсенале. Бомб хэс бэн плэнт. Так, все, инфа есть, что он в сайде. Ну, и должны, по идее, как-то подразмен сыграть. Джоко. Услышал Фостера. Минус Фостер. Но Трэвис на размене. Снова преимуществом по количеству давят игроки команды OneWin на ретейке. Пакет раздефан. Ну, это, друзья, звуки матчпойнта. Это команда из Франции. 15-4. 5 калашей. Понятное дело, там и лос-бонус уже есть. Он уже зашкаливает. Никак мы не можем увидеть от команды Хинт этот взятый раунд в атаке. Да, как красиво нашивает Бадди. Прямиком в голову. Ну, такой вот бесконтактный размин, грубо говоря, произошел. Никто никого не видел, но... Пулька настигла свою цель. Да, неожиданно, конечно, что вот так все будет легко. Для команды OneWin. Ожидали ТБшку. Ожидали зарубу. Ну, тут как банально просто ребят перестреливают. Так, по экзасазу есть информация. Фостер никуда не открывается. Сделать это чуть позже, но афро в размене. И Флэйми остается 1 в 2, но проблема, что... Как-то за пачкой не спешит афро. А времени действительно мало. И, возможно, Флэйми сейчас просто банально встретит красного игрока. Оооо. Афро на месте. Попадает в голову. 15-5. Осталось еще 10, друзья. Осталось еще 10 раундов. Честно говоря, многовато будет. И маловероятно, что это произойдет. Но мы, как люди позитивные, поверим в это. Ну, по крайней мере, 6 раундов, да? Вот, возможно, кто-то ожидает 6 раундов от Франции. Промах. Хотя была перспектива действительно сделать опен фраг по выходящему с короткого. Минус Фостер. Бамс. Рефайром открывался. Бадди. Ну, и Форсик не получилось реализовать. От Ван Вин. Тем временем у Энтропика и Кстатик на втором канале допы продолжаются. Там 18-18. Ой-ой-ой-ой-ой. У Файнест и Вистла Краков тоже были дополнительные. Там Файнест все-таки выиграли. На первой карте. Фальконы выиграли первую карту у португальцев СО. Ну, в общем, там допы у Экстатиков первая карта. У нас, возможно, скоро просмотр двух закончится. Смотрим, конечно же, как французы будут сокращать эту дистанцию. Но малейшая ошибочка. И все. Будут наказаны. Не забывайте также, что на первом канале Минкасс освещается главное событие этого месяца. Ну и, скорее всего, апреля тоже ESL Pro League 15 сезона. Это групповая стадия. В скором времени, как группа доиграется, будет плывов. Вот. Так что приходите тоже поболеть со своей командой на первый канал Минкасс. Там как раз в скором времени будет вторая карта. Тоже Warpath. Только немножко другие команды. Астралис и Evil Geniuses. Пока Эко. Можно и на седьмой выходить в команде Hit. Теория Эксерсайса должен принимать всю эту армию. Которая подпушит. Рано или поздно его и встретит. Так. Молик под себя. Понял, что его тут сгрызут. Заранее начал выкидывать калаш. И, по всей видимости, у него это получилось сделать. Да, он это сделал. Вот этот калаш. Ха-ха-ха. Хочется, хочется и колется. Забрать его. Такой он сладенький. Еще и императрица. Сладенькая императрица. Но. Без него. Без нее, точнее, да? Как-то самому потом справляться придется. С юспом. Хорошая стрельба у бадди. Все четко по назначению. 15-7. 15-7 на счет. Поехали. Вооруженный раунд. До Total больше кто заказывал. Еще 4 надо от французов. И 8 до допов. Подсадка была. Дефолтная, которая сработала. Но тем временем отжимается коннектор от команды OneWin. Ну, как отжимается. Контроль есть. Возможно, сейчас будет выпад под флешку. И был шанс забрать афро, но побоялись репикать дальше. А Тревис как раз переживает за шарики, за центр. Так. Минус бадди. Тем временем прошивают друг друга через деревяху. Ну, то время нет для хит. Так, а экстрасайз проводит ли право, интересно? Или он забатился на этого прыгунка? Айо-моё-моё-моё. Представьте, как это было обидно. Это было ужасно обидно. Но, тем не менее, раунд живет для команды OneWin. Но это примерно действительно. Примерно ё-моё. 2 в 2. 15 секунд времени для команды из Франции. Пачка до сих пор не стоит Решили распекаться Но Афро уже пора этим заниматься Да, устанавливает пакет Тревис выпад не делает Знает, что шорт на прикрытие Убегает Нет, не убегает Афро в монстр И Тревис последнего ликвидировал Забрал еще авик На следующую игру А следующая игра будет в финале, друзья Напомню, что команда Ван Вин встречается По верхней сетке С победителем пары Со Falcons и приближается Потихонечку к гранд-финалу Гранд-финалу ESL Challenger